Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости в студии Елены Решетникова. Главная тема выпуска. Глава Мордовии поздравила машиностроителей с профессиональным праздником. Чем будут угощать болельщиков во время чемпионата мира? Саранск обозначили на гастрономической карте России. Как Мордовия готовится к осеннему призыву вооруженной силы России? Серебро и бронза мордовских спортсменов на чемпионате мира по ходьбе. В сентябре в России традиционно отмечается День машиностроителя. Профессиональный праздник работников одной из основных сфер промышленности Мордовии. В Республиканском дворце культуры прошло торжественное собрание, на котором глава Республики Владимир Волков поздравил работников отрасли. Лучшим специалистам вручили грамоты, ордена и почетные звания. Подробности в сюжете Ольги Ермаковой и Евгения Фролкина. День машиностроителя нам подарил указ Президиума Верховного Совета Советского Союза 1980 года. Изначально праздник отмечался 1 октября, но потом прикрепился к последнему воскресенью сентября. Кроме России, День машиностроителя широко отмечается в Белоруссии. Сегодня в Республиканском дворце культуры в Саранске собрались руководители машиностроительных предприятий Мордовии и лучшие в своей профессии. Машиностроители – это не только те предприятия, которые делают грузовики и самосвалы, но и заводы по производству составляющих компонентов, металлических изделий, заготовок и электротехники. Всех вместе на торжественном заседании поздравил глава Мордовии Владимир Волков и подчеркнул, что машиностроительная отрасль Республики дает половину валового регионального продукта и служит сердцем и мотором нашей экономики. Наша промышленность вышла на ритмичный режим работы. Возобновился рост промышленного производства. По итогам 8 месяцев индекс промышленного производства составил 112%. Реализована продукция на 39 миллиардов рублей или на 17% больше уровня прошлого года. Особая похвала досталась группе компаний «Оптик Энерго», «Русхимашу», «Саранск кабелю», «Резинотехнике», «Телевизионному заводу» и «Электровыпримителю». Еще 2-3 года назад ситуация на многих заводах была не столь оптимистичной, а будущее – туманным. Сегодня они запускают новые производства и повышают зарплаты рабочим. Для последних тем приятнее становится профессиональный праздник. Конечно, праздник. У нас ежегодно мы справляем традицию нашли. Это наш профессиональный праздник, поэтому принято всегда, каждый год. Мы не первый год сюда приходим. Всегда лучших сюда посылают. Лучших чествовали на сцене, вручали ордена, грамоты, поздравляли с присвоением звания «Заслуженный работник». Зал стоя приветствовал ветеранов машиностроительной отрасли, которые отработали на заводах по полвека и свои 70-летние и 80-летние юбилеи встречали на рабочих местах. За особые заслуги перед республикой звание лауреата Государственной премии Мордовии теперь носит Ивир Баксимир. В его руки Владимир Волков передал особенный памятный знак «Ключ к успеху». Как говорит сам Ивир Абрамович, который недавно праздновал 80-летний юбилей, «Ключ к успеху» — это настойчивость, труд, профессиональная работа и патриотизм. В своем иступлении глава республики обозначил много новых задач, которые предстоит решить мордовским машиностроителям. Среди них главное — расширять долю экспорта и стремиться вновь и вновь заявлять о регионе в новых странах и континентах. Ольга Ермакова, Евгений Фролкин. Народные новости. На открытии осенней сессии Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко вручила удостоверение новым членам Совета Федерации. Среди них и бывший посол нашей страны в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк, представляющий теперь в Верхней Палате Мордовию. Удостоверения были вручены и другим, вновь избранным членам Совета Федерации. Валентина Матвиенко пожелала своим новым коллегам больших успехов в работе. Что запомнится больше всего гостям Мордовии во время чемпионата мира? Рестораторы Саранска уверены, что не захватывающие футбольные матчи, не благоустройство города, а угощение. Во Всемирный день туризма Саранск презентовал главные национальные блюда и отметился на гастрономической карте России. На праздники побывали Марина Солонина и Сергей Соколов. Медвежья лапа, мордовские пшеные блины, каленые в печи яйца и национальный напиток – поза. В центре стола запеченный молочный поросенок. Такими угощениями в Саранске отмечают Всемирный день туризма и почвы дорогих гостей – представителей Федерального агентства по туризму. Пельмени, вареники и, конечно, ватрушка курганя удостаиваются особого внимания. Ингредиенты, которые для многих кажутся незапоставимы. Здесь есть картофель, здесь есть творог. Все это безумно вкусно. И приезжая в Мордовию, вы обязательно должны это попробовать. Обязательно должны попробовать в Мордовии и те самые блины, из которых вы уже пробуйте делать различные блюда. Потому что, приехав в наш регион, без таких блинов уехать просто невозможно. Они замечательны будут и со сметаной, и, конечно же, с медом. Рядом так называемый народный стол с продуктами местного производства. Колбасы, сыры, рыба, молочные продукты, овощи в корзинах и экологически чистые крупы. По словам организаторов, Мордовия – один из центров выращивания и производства органической еды, качество и безопасность которой гарантированы международными сертификатами. Стол полностью состоит только из блюд и продуктов, которые произведены в Республике Мордовия. Ну, наверное, единственное, что только ананасы мы еще не научились выращивать. Поэтому здесь вы можете увидеть широкий ассортимент. Здесь у нас и мясные изделия, и сыр, и цельномолочные продукты, и кондительские изделия, масло, яйцо. Ну, в общем, все виды продукции, которые только в России могут производиться, фактически производятся в Республике Мордовия. Гостям угощения понравились. Итогом акции стало официальное внесение Саранска на гастрономическую карту страны. Рядом с Самарской, Тульской, Ростовской областями, Удмуртской республикой и другими появился наш 13-й регион. На гастрономическую карту России наносится 13-й регион. К чемпионату мира готовится специальное футбольное меню для болельщиков в формате стритфуда, которое будет иметь свои особенности, свойственные местным мордовским традициям в приготовлении блюд. Национальные блины могут превратиться в патчи-бургеры, а местные продукты станут съедобными сувенирами. Воображение рестораторов интригует. Для футбольного болельщика будет интересно попробовать какие-то интернациональные блюда, те же бургеры, но совершенно в другом исполнении. Вы знаете, что вчера как раз-таки один ресторатор предложил версию, мы ему подали эту идею и сделали специальное патчи-меню и патчи-бургер. Гастротуризм в Мордовии развивается. Саранску уже есть чем угостить туристов и оставить незабываемые впечатления. Дальше будет больше и оригинальнее. Даже туристические маршруты сопровождаются национальными угощениями, чтобы каждый болельщик, вернувшись на родину, сказал «Я был в гостеприимной Мордовии и ел самую вкусную еду». Марина Солонина, Сергей Соколов. Народные новости. 1 октября начинается осенний призыв вооруженной силы России. В Мордовии к нему уже готовятся. В военном комиссариате республики состоялся инструкторско-методический сбор. Обсуждали итоги весеннего призыва, но главный акцент сделали на проблемных вопросах организации предстоящей кампании. Этой осенью у войска должны отправиться более тысячи новобранцев. Подробности заседания расскажут Вячеслав Кузьменко и Андрей Просверкин. Люди в военной форме, представители органов власти, медики. В актовом зале военкомата собрались те, от кого зависит, насколько успешно пройдет осенний призыв. Призывная кампания – дело государственной важности. Сегодняшний сбор – это одно из многочисленных мероприятий по укреплению обороноспособности нашей Родины. От качества его проведения будет зависеть судьба новобранца, который буквально через месяц встанет в строй, владеет новейшими образцами вооружения и техники, научится с оружием в руках защищать себя, свою семью, Россию. А то, что наши парни умеют это делать, наглядно говорят более 150 благодарственных писем от командиров воинских частей, где они проходят службу. Весной этого года призывная кампания в Мордовии прошла организованно. За это власть республики поблагодарил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Осенний призыв должен быть организован, не хуже. Это сложный и многогранный процесс. В нем задействованы практически все органы государственной власти. Наиболее значимую роль играют призывные комиссии в районах республики. Перед представителями призывных комиссий ставлю задачу исключить формальное присутствие на заседаниях призывных комиссий каждого из вас и членов комиссий. Вы должны быть самыми активными участниками этого процесса. Осенью в Мордовии будут работать 23 районных и городских призывных комиссий. Они должны отправить в войска более тысячи новобранцев. Отмечается, что становится больше призывников с высшим образованием. Срочникам с дипломом вуза полученная специальность может пригодиться во время службы. Если это инженеры или программисты, они отправятся в научные роты. Это станет особенностью осеннего призыва 2017. Никаких нововведений, связанных с призывом граждан осенью 2017 года, согласно федерального законодательства, не будет. Мы только больше, наверное, будем призывать этой осенью призывников в научные роты. Весной мы призвали троих ребят. Новобранцы должны быть морально и физически готовы к службе. Минувший призыв показал, что не все ребята идут на службу с необходимыми прививками. Также врачебная комиссия отмечает увеличение количества призывников с проблемами эндокринной системы. Но все же будущие солдаты из Мордовии гораздо крепче своих сверстников из других регионов. Мы по Центральному военному округу на первом месте по годности к военной службе. У нас 82,6%. В ряде регионах этот показатель значительно хуже. Поэтому мы лучше. Понятно, что это заслуга не столько военкомата, сколько Министерство здравоохранения, потому что идет своевременная диспансеризация, своевременная реабилитация, лечение. Вот еще ребятишек, когда они встают на первичный воинский учет. Как бы ни была почетна служба в армии, около 700 юношей в весенний призыв 2017 года от нее уклонились. Впрочем, год от года этот показатель снижается. Вячеслав Кузьменко, Андрей Просвиркин. Народные новости. Вечером 26 сентября в небе над Саранском жители города наблюдали необычное явление. Внимание людей привлек светящийся объект, который было видно из разных частей столицы Мордовии. Своими впечатлениями жители поспешили поделиться в социальных сетях. О том, что же это было, расскажут Анастасия Целигина и Станислав Семин. Фотографии и видеозаписи, на которых изображено необычное явление, быстро облетели все социальные сети. Мнения людей на тему, что же это в небе, быстро разделились. Одни считали, что это метеорит, другие, что это самолет. На деле же не опознанный объект, ничто иное, как межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М». В ходе испытаний она была запущена с Астраханского полигона Капустин-Яр. По сообщениям информагентств, преодолев заданную дистанцию, учебная часть боевой ракеты поразила условную цель, которая находилась в Казахстане. Мы возвращались с молодым человеком домой и увидели в небе над сетепарком свет. Мы сначала подумали, что это вертолет или дежабль. Они очень часто летают над стадионом и снимают строительство. Но потом свет стал немного странным и пошел кругами. И, наверное, спустя секунд 10-15 он исчез. Пусть баллистическая ракета был виден не только жителям столицы Мордовии. Увидеть светящийся объект можно было в разных регионах России. В Министерстве обороны Российской Федерации информацию подтвердили. А вот в нашем регионе нет ни одного ведомства, где могли бы пояснить о столь непривычном явлении. И если подумать о плачевном развитии ситуации, что ракета, предположим, не достигла бы положенной цели, а рухнула на наш город, то он тихо и мирно просто перестал бы существовать. Но подобные учебные запуски проводятся не первый раз. И, к счастью, пока все они проходили без печальных последствий. Анастасия Целигина, Станислав Семин. Народные новости. Осень вступила в свои права. МЧС предупреждает о предстоящих заморозках. Температура воздуха может упасть до минус 5 градусов. Об этом говорят и мордовские синоптики. Какими будут последние недели сентября и начало октября, узнала наша съемочная группа. В связи с климатическими изменениями МЧС делает официальное предупреждение. На телефон абонентов приходит СМС о предстоящих заморозках и возможном граде. В ночные часы на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица. Завтра днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. И дневная температура от 7 до 12 градусов. В последующие два дня сохраняется пониженный температурный режим. Ночная температура от 0 до плюс 5 градусов. На поверхности почвы заморозки до минус 3 градусов. Днем плюс 5, плюс 10. Такое понижение температуры представляет угрозу садовым и огородным культурам. Из-за заморозков больше всего страдают растения с низкой морозоустойчивостью. Для защиты культур рекомендуют их укрывать и увеличить теплопроводность и влагосодержание. В начале октября синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Словом, пора доставать теплые вещи и зонты. Осень вступила в свои права. Ольга Данилова, Валерия Никитина, Владимир Надкин. Народные новости. Театральный сезон в Государственном музыкальном театре имени Яушева набирает оборот. После громкой премьеры балета Родиона Щедрина «Конек-Горбунок», который с успехом открыл 82-й сезон, труппы театра продолжают радовать зрителей уже полюбившимися постановками. Одно из нововведений – в этом сезоне спектакли проходят в выходные дни. В прошлые годы театралы могли наслаждаться постановками только по будням. Ближайший спектакль – балет «Жизель». Идеально точные движения, легкость и грация под руководством педагога Зухры Останковой репетирует прима балетной труппы Государственного музыкального театра имени Яушева Наталья Царева. Она главная героиня балета Адольфа Адана «Жизель». В этой роли балерина должна проявить как свое хореографическое мастерство, так и драматический талант, способность к перевоплощению. В первом акте она предстает наивной девушкой, а во втором становится призраком. Главная героиня – девушка-крестьянка Жизель, Альберт – ее возлюбленный. Их счастье у нее суждено было долго длиться. Жизель узнает об обмане жениха и вскоре умирает от несчастной любви. Теперь она – Велиса. По славянской мифологии, это невесты, умершие до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть. Одержимые мстительным чувством Велисы вовлекают в свой хоровод любого случайного путника и до изнеможения кружат в танцах. Но огонь любви в сердце Жизель не угас даже после смерти. Это и помогло ей спасти своего возлюбленного. Ну, мне дорог этот спектакль «Жизель». Мне дорога моя героиня. Это такая молоденькая девочка, наивная. Но это, я думаю, что в карьере каждой балерины – это какой-то знаковый спектакль. Так же, вот как «Лебедины озера». «Жизель» – это классика. Классика должна быть. Оценить впечатляющие декорации, завораживающие хореографию и проникнуться мифической атмосферой однозначно стоит. Сделать это можно будет 30 сентября в Государственном музыкальном театре имени Яушева. Ирина Просолова, Владимир Надькин. Народные новости. Ведущая солистка балетной труппы Государственного музыкального театра имени Яушева Наталья Царева поделилась с нашим телеканалом подробностями, сложностями и радостями жизни балерины. Полное интервью смотрите в программе «Культура. Итоги недели» в эту субботу в 18 часов. И к новостям спорта. Мордовские борцы Евгений Салеев, Алексей Киянкин и Василий Паршин вернулись с Чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих, который прошел в литовском городе Клайпеда. На их счету два серебра и одна бронза. О том, почему не удалось взять золото, они рассказали нашей съемочной группе. Первым на ковер в Клайпеде вышел Алексей Киянкин. Он выступил в весовой категории до 66 килограммов. Три первые схватки остались за нашим спортсменом. А в финале, признается Алексей, Карена Слонян из Армении его перехитрил. Поэтому итоговый счет оказался не в нашу пользу. И золото, к сожалению, ушло на Кавказ. Поехали три человека на Чемпионат мира и приехали без золотой медали. В том году мы ездили четыре человека из Республики Мордовия и привезли три золотых медали, а в этом году без золотых. Конечно, есть расстройства, но в целом я считаю, что команда отборолась неплохо. Все боролись до конца, но чуть-чуть у нас не получилось. После этих соревнований сделаем небольшой анализ. С тренерами посоветуемся и будем работать над своими ошибками, чтобы в следующем году уже этих ошибок не повторять. Его почин поддержал Евгений Салиев в весовой категории до 85 килограммов. Он уверенно дошел до финала. Схватка за золото с Жаном Белюнюком из Украины получилась крайне упорной и завершилась ничейным результатом. Приоритет за более активное ведение борьбы судьи отдали украинскому спортсмену. Нам снова досталось лишь серебро. Борьба такая у нас. Ну, боролись в финале с украинцем. Сейчас по новым правилам там много как бы от судей решается, если борьба равная. Ну, вот так вот судьи решили то, что проиграл по предупреждениям. И, по мнению судей, отдали победу как бы сопернику. Ну, и так вот сложился такой результат. Второе место. Завершал выступление нашей команды на турнире Василий Паршин в самой крупной весовой категории до 103 килограммов. Этот год для него выдался сложным. Он полгода до выступления в Клайпиде не поднимался на пьедестал. Перед чемпионатом мира в тренировочный процесс были внесены коррективы, которые принесли свои плоды. С учетом этих обстоятельств бронзу тренеры оценили как успешный результат. Ну, там, если честно говоря, немножко была ошибка судей. После чего как бы подходили, разбирались, почему так. То есть оценили действия, последнее действие мое. Ну, здесь кого винить. Проиграл все вопросы, все недовольства к себе. Как бы нас так учили, нас так... То есть нужно искать ошибки в себе. В целом ребята были расстроены тем, что не удалось добыть золото для родной школы. В общекомандном зачете Россия все равно стала первой. Если бы не этот факт, спрашивали бы с наших борцов гораздо строже. Победа команды все сгладила. А личные трофеи к нашим борцам еще обязательно придут. Влад Французов, Максим Тузин, Сергей Соколов. Народные новости. В Ижевске прошло первенство России по летнему биатлону среди юниоров. В первый день спортсмены соревновались в кроссовом спринте. И наша команда не осталась без медалей. Анастасия Халиулина, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта, заняла третье место. На этом я с вами прощаюсь. Впереди прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. В студии была Елена Решетникова. Всего вам доброго и до встречи.